Ну что, всем привет! Вышел ролик у Капитана «Как победить», и мы его, честно, должны сейчас вместе с вами посмотреть. В этот раз будем побеждать, точнее, будем, как сказать, опровергать вариант, как можно побеждать, Йотана из фильма «Ритуал». Мы любим с Вадима смотреть ужастики, если это ужастик, конечно. Не знаю, спорили мы его или нет? Ну, я не помню, чтобы мы такое смотрели. Кстати, если сейчас нам понравится, то можно будет, кстати, вечером и глянуть этот фильм. Вот, короче, погнали, посмотрим. В данном видео я продолжу тему «Почему нельзя победить?», но сегодня этот выпуск будет не совсем обычным. Мы с вами уже привыкли, что советы «Как победить?», которые мы с вами анализируем, довольно глупые и легко разбиваются о логику и внимательность. А еще нужно бросать друзей. Сегодня к нам в гости заглянет мой любимый англоязычный канал по тематике «Как победить?». Что ж, давайте узнаем, можно ли, используя полученные советы, победить Йотуна или нет. Да и вообще выжить в фильме «Ритуал». Я не помню такой фильм, мы с тобой не смотрели. Да, только вот так. Ну, выглядит прикольно, да? Вроде прикольно. Вот, если бы у героев была собака, то они точно бы выжили. Четвероногий друг поможет найти верную дорогу, предостережет об опасности. Об него можно погреться, да и... О, не скажу, не скажу. У меня такая собака, что он, мне кажется, сам создает опасные ситуации. Придет такой по дороге, сядет там на попу ровно, понимаешь, сидит. И уйди его, тяни. Поэтому это все еще зависит от характера животного и воспитания. Вообще с ними все нет пути. А некоторые собакины вообще могли бы в одиночку любого Йотуна одолеть. Ну, а я начинаю. Англоязычный канал, про который я говорил, это фильм «Хэральд». Особенность его роликов заключается в том, что он не дает простые и односложные советы, как остальные ютуберы по тематике «Как победить?». Фильм «Хэральд» сначала оценивает условия, в которых оказались герои, и ситуации, с которыми им нужно будет спро... А прикинь, сейчас будет такое видео, что капитан посмотрит, скажет, они все правильно посоветовали, шикарно аплодируют стоя, и все. Тогда бы не было такого видео, как... Думаешь? Как вы видите, чтобы он критиковал? Да, он же проверяет здесь, в любом случае. Ну, может быть, ну, может быть. Он не старается откомментировать каждое действие персонажа, давая нелепые советы. Что, например, тут вы слишком громко пукнули, а тут должны были подставить своего друга. Нет, фильм «Хэральд» сосредотачивает свое внимание на двух, трех или четырех основных способах и разбирает их, попутно оценивая качество своих же советов. Ах да, не забудем и тот факт, что именно фильм «Хэральд» придумал рубрику «Как победить?». А остальные ютуберы ее подрезали, не сказав ему даже спасибо. Ну, поехали. А как вообще можно отследить, кто был первый? По видео, типа, кто какой первый выпустил или как? Обычно знаешь, как бывает, что какой-нибудь ноунейм был первый, но он незамеченный, а какой-нибудь постарше, побольше подхватывает такой. А, да, и все думают, что он первый сделал, а остальные у него, типа, встырили. Для начала очень коротко про сюжет фильма, чтобы у нас было понимание происходящего. Четверо друзей, Люк, Дом, Хачи, Фил, отправляются в Швецию, чтобы пройти по популярной туристической тропе Кунгследен, или Королевская тропа. Таким образом, они хотят почтить память своего погибшего друга. Во время путешествия дом повреждает колено, и друзья решают срезать через лес, надеясь быстрее закончить поход. В лесу они натыкаются на подвешенного их споротого оленя, а ночью находит брошенную хижину и решает в ней заночевать. Внутри они также обнаруживают соломенного идола с рогами. Больше здесь не надо ночевать. Никогда, никогда не ночуйте в заброшенных хижинах в лесу. Особенно, когда вы зашли, там какие-нибудь странные черепушки. У них выбора нет, у них на улице дождь идет, надо где-то что-то сделать, уже переночевать. А что, в лесу нельзя найти укрытие, сделать какое-то из еловых веток там себе? Как ты будешь делать, когда дождь идет и темнота? Уже придется ночевать где нашел. Раньше ночлег делать, наверное. Всем персонажам снятся жуткие сны. А люк еще и очухивается за пределами хижины, со странными отметинами на груди. Отметина, это не было отметина. Как будто насквозь прыгнуло его, такое ощущение. Ну, чуть ли не насквозь. Утром дом замечает тропу и уговаривает друзей идти именно по ней. Наступает ночь, а выхода из леса герой так и не находит. Им опять снятся странные сны, а хатч и вовсе пропадает. Услышав его, крик, друзья отправляются на его поиски, но в итоге теряются в лесу. Через несколько часов они находят хатча, посаженном на ветке деревьев и с распоротым брюхом. Троица пытается найти выход из леса, но с наступлением ночи Фила утаскивает какое-то жуткое существо и также потрошит. Люка дом бегом в поселение. Но местные жители оказываются негостеприимными. Они ловят наших... У каждого из этих пугающих людей на груди имеется такая же метка, что и у Люка. Местная девушка объясняет, что они поклоняются древнему могущественному существу Йотуну, который является потомством самого бога Локи из германской скандинавской мифологии. За поклонение монстра дарует им неестественно продолжительный срок жизни. Дома жертвуют Йотуну, а Люку удается освободиться от пуд. Он находит комнату, полную живых мумий и сжигает их. Разозленное божество убивает всех своих последователей, виняя их случившимся. Затем Йотун заставляет Люка поклониться ему, но герой атакует его топором и сбегает из проклятого леса. Жесть, какое огромное существо такое. Человека, оленя, какая-то странная штука. Перед тем, как услышать советы и дать им оценку, давайте пройдемся по условиям. Знаешь, знаешь, на кого похожи? Есть такое в японской или в китайской мифологии существо, ну как в принцессе Мононоке. Там тоже был такой вот рогатый товарищ, ну это прям вообще какой-то криповый. Кирин называется или что-то такое, вот это похоже. Хотя это другая совсем мифология, скандинавская. Ну, как-то мне кажется, они выглядят одинаково чуть-чуть. В которых оказались герои. Плюс обсудим и самого Йотуна. В начале фильма в походе они находились уже третий день. А в конце из леса Люк выбрался на седьмой день. То есть, главному герою потребовалось где-то 90 часов после входа в лес, чтобы его покинуть. Из оборудования, по крайней мере первую половину фильма, у них были палатки, спальники, туристическая плита, ножи, компас, еда, вода и спички. Кстати, тут фильм Хэральд допускает ошибку, говоря, что у героев совершенно дурацкая карта. На ней якобы указан парк Сарека, рядом с ним королевская тропа, по которой они шли. Хэральд говорит, что этого быть не может, так как парк и тропа находятся в 40 километрах друг от друга. Это не так. Королевская тропа в определенном моменте идет вдоль парка. А это реальная съемка. Многие туристы специально сворачивают в него, чтобы посмотреть на долину Рападалин. На эту ошибку Хэральду даже указали в комментариях. Ну да ладно, скажем, что это была простая невнимательность. Что важно, так это то, что карта дает нам очень много полезной информации. Например, что парк Сарек представляет собой не совсем приятненькую равнинку. Тут есть множество рек и озер, гористые места и глубокие овраги. И в том месте, где герои решили срезать, то есть идти коротким маршрутом после того, как дом повредил ногу, все указанное добро присутствует в больших количествах. Есть даже горы в высоту до 2000 метров. Такая себе короткая дорожка. А, со словом, с повезенным коленом. Можно же обойти ее. Начнем обязательно вверх подваться. Но они, видимо, решили, что срезать быстрее будут, типа, чтобы помочь другу. А по факту ему сложнее было. Нет, ты срежешь, но бора обойдешь. Но было сложнее. В книге Адама Невилла, которая вышла в 2011 году и по которой впоследствии был снят фильм, у Йотуна есть имя Модр. И он женского подра. Модр. Но книги касаться мы не будем. Женского? Ты знаешь, теперь все Модр везде. Модрка. Да, Модрка. Модрка. Так-то выглядит прикольно. Но этим вы лишь больше разозлите существо, и вы будете переключить внимание именно на вас. В распоряжении героев нет оружия, способного убить Йотуна. Если такое оружие вообще есть. А у меня еще и ножик есть. И мы будем идти туда, куда говорил Хач, пока не выйдем из этого леса. Понятно? Другой особенностью монстра является возможность вызывать у своих жертв галлюцинации. И даже вынуждать их делать определенные вещи против своей воли. Только он почти имбовый, слышишь? Ты что делаешь? Фил, ты что делаешь? Независимо от того, сколько человек входит в его лес, Йотун выбирает одного с наибольшими душевными страданиями. И помечает его своим знаком. Остальных же он убивает ритуальным образом, насаживая на деревья и потроша. Кстати, тех, кого тварь хочет сделать своими прислужниками, она помечает руну О-Дал. Что можно перевести как имущество. Слуги также начинают жить дольше, но при этом они не получают вечную... Это типа как знаешь, на предметах инвентарный номер наклеивают такой, знаешь, что перечень инвентаря. Моё. Другому Йотуну не забирать. Молодость. А просто не могут долго умереть. Поэтому Люка нашел тех самых живых мумий, в которых рано или поздно превращаются все сектанты. Теперь же, разжевав многие моменты, давайте перейдем к анализу советов, как победить. Довольно скоро героям становится понятно, что Йотуна атакует только в ночное время. Существо постоянно преследовало главных героев, но днем не предпринимало никаких действий. Персонажи в первую ночь в лесу остановились в заброшенной хижине. И ни один из них не погиб. Или поспать на кровати? В следующий день они наткнулись на еще один домик. Фильм Хэррель делает предположение, что, возможно, ночевка в таких хижинах является безопасной. И Йотун вас в них атаковать не сможет. Да. Благодаря тому, что... Он же глюки вроде как насылал, когда они в доме заночевали первую ночь, им страшные снились. А если они из этих глюков сами себя там убьют, может же быть такое? Мы с вами вначале разобрались способности монстра, мы уже знаем, что этот вариант не сработает. Тварь может долбить своих жертв галлюцинациями, вынуждает совершать разные поступки. Например, главный герой Люк в первую же ночь после приснившегося ему кошмара. Когда проснулся, обнаружил себя в лесу. Они же лунатят, получается. Поэтому нашел на своем теле метку Йотуна. То есть существо имело с ним физический контакт. Следовательно, этот совет... Пока ходил, Йотун его там... Ну... Да. Пометил. Пометил. Как победить, работать не будет. Господи. Я обоссался. Плюс не забудем, что в хижине, где вы собрались спать, могут оказаться шизанутые сектанты. Которые точно принесут вас в жертву своему божеству. Дальше Херальд предлагает нам забраться на деревья, если вдруг поблизости не будет хижины. Он также уточняет, что рост Йотуна довольно внушительный, где-то три метра. А если он встанет на задние лапы, то и того больше. Высокий. Поэтому следует выбирать деревья повыше. Но и тут есть нюансы. А если он еще влазить, может... Он может боднуть, например, или что-нибудь там стрясти. А вообще он может галлюцинации наслать, и чувак сам типа спрыгнет, например, с дерева. Сказали, что монстр довольно легко валит крупные деревья. А вот тем более. Ну вообще какой-то дикамебовый. План с деревом мог бы сработать при условии, что оно было бы мощным и высоким, желательно секвойей. Но в парке сарек их не было. В фильме все деревья все вам были почти одного размера. Слышишь, на него оно такое. Слышишь, на него оно такое... Это уже называется натасканность. Я говорю, надо как-то спрятаться под землю и заковать тебя еще. Заковать? Чтобы... Не навредить ничего? Чтобы ты вдруг не пошел куда-нибудь. А если он сможет про землю прокопаться? Мы же не знаем. Ну мы не знаем, но выбора нет. А как он будет дышать? Трубочку сделать для дыхания? Хэррит в целом и сам не особо доволен такими... А если он там видит и плюнет тебе в эту дырочку этот йотун и закроет... Будем надеяться, что он не заметит, где ты прячешься. Советами, а потому он выдвигает новое предложение. Сразу скажем, что этим предложением недоволен уже я, хотя оно и имеет место быть. Нам предлагают... Остаться в лесу и поклоняться Йотуну. Этот совет не отражает сути названия «Как победить», а скорее просто поможет вам выжить, если вдруг попали в подобную ситуацию. Но давайте послушаем рассуждения Хэрральда. Что же, нас пометили у Руны-Одал и хотят сделать слугой Йотуна. Все, кто были с нами, друзья или семья погибнут, а нам больше никогда не позволят покинуть проклятый лес. В качестве оправдания нам указывают, что срок нашей жизни существенно возрастет. Может быть сотни или даже тысячи лет. Ну такое, это знаешь, когда человек бывает, находится в вегетативном состоянии, и он лежит в коме, допустим, там, многие-многие десятки лет, и что это можно назвать жизнью? Да, и здесь то самое. То есть, он же вроде как технически живешь, но что за жизнь? Ну, поклонявшись монстру, типа, и что долго-то, типа, тысячу лет. И ты здесь живешь и мучаешься, потому что ненавидишь того монстра, и тебе приходится, чтобы выжить. Ну, как-то грустно. Нет, вроде бы это должно нас утешить. Единственное, что сильно расстраивает Хэральда, так это то, что среди сектантов нет привлекательных женщин. Потому, утешать темными ночами вам придется себя самому. Ну или в компании мужиков, коих тут в избытке. Но ведь самая большая проблема-то в другом. Продолжительный срок жизни, как мы уже выяснили, не отменяет старение. В итоге, через сто лет вы превратитесь в высушенную грушу. Приятненько так лежать. Вы будете целыми днями сидеть в специальной комнате и пялиться в темноту. Такая себе перспектива на долгую жизнь. А еще вам придется быть среди психопатов. Вместе с которыми вы будете должны приносить всех встреченных путников в жертву Йотуну. Стоит ли оно того? Я думаю, что нет. Переходим к следующему совету, который... Да что там? ...называет самым худшим из возможных. Суть в следующем. Люк был выбран Йотуном, и монстр пожелал, чтобы мужчина преклонился перед ним, став слугой. Но герой отказался. Девушка-сектант сказала, что если этого не сделать, божество убьет непокорного. Однако Люк не преклонился... А что он говорил, что женщине нет, вот девушка нормальная, симпатичная. Что-то я не поняла, какие у него там вкусы. Он может хотел там какую-нибудь Анджелину Джоли, чтобы там была сектант, но я не уверена. ...поминался и при этом остался жив. Тварь лишь попыталась силой заставить его еще раз упасть на землю, показать смирение. Так если Йотун не хотел убивать помеченного своей меткой героя, то почему бы ему просто было не уйти? Вместо этого Люк попытался застрелить существо, а потом ударил его топором. Ну, ответ-то тут довольно простой. Йотун отчаянно хотел, чтобы главный герой стал его слугой по одной простой причине. Всех других своих прислужников он буквально пять минут назад поубивал из-за того, что они допустили уничтожение живых мумий в огне. Монстру нужны были новые последователи, и первым среди них должен был... Как-то, конечно, монстр так разбушевался, что очень нелогично сделал, да? Это капризный такой, знаешь? Капризный такой. Все, всех хазнись. Всех убивал, а потом... А теперь нет подданных. Некому тебе поклоняться, а этот не хочет. Блин, что делать? Ну заставить его. Подданных нет, да. Это именно Люк. Возможно, без них он мог бы потерять свои силы или какие-то способности. К слову, удар топором был той самой спасительной ниточкой, которая и помогла главному герою выбраться из леса. Получив рану, Йотун замешкался, что и дало мужику возможность убежать. Я думал, он будет очень быстрый. А, ну потому что раненый был, может поэтому. Больно было. Следующий совет от Херальда гласит, что героям не нужно было вообще идти в лес. Сейчас вы можете возразить, но ведь тогда бы и не было самого фильма. Обычно такие советы очень глупые. Например, как в фильме «Чужой», что команде Нострома не нужно было лететь на ЛВ-426. Ну, я сейчас был дома сидеть. И чипски есть. Однако в этот раз доводы, почему так поступать не следовало, очень убедительные. Судите сами. Ситуация-то довольно простая. Каждый человек, который занимается пешим туризмом, и который вдруг случайно подвернул ногу, знает, что ему ни при каких обстоятельствах не следует. Да, очень странно было идти в лес, потому что в лесу очень плохая дорога. Там же есть всякие кочки, вот эти все овражки, веточки, можно еще хуже запутаться. С собой нужно было нести какой-то спутниковый телефон, чтобы вызвать подмогу. Ну, да. А то, получается, вот такую штуку зашли. По факту они должны были просто сесть на месте и вызвать помощь, чтобы за ними вертолет прилетел. Да, но, видимо, они вот так готовились. Решили, что сами вот мы дойдем. Нет, они, видимо, так готовились, что не взяли ничего с собой. Они еще, может быть, хотели, потому что не сказали, хотели пройти торопу, чтобы почти память погибшего друга, что-то решили все равно дойти до конца. Следует сходить с тропы. Изначальной идеей схода персонажей фильма «Стропы» было именно повреждение домом колена. Сам дом сказал, что он не собирается идти 14 часов с такой травмой по дороге. И что в итоге? Выбрав короткий маршрут через лес, персонаж прошагал на свои беды на жульке аж целых 75 часов, а потом сдох. Если бы краткий путь был реально кратким, он был бы основным. И понять, что изначально сходить с тропы не стоило, можно было по карте, которая была у героев. Судя по ней, на их коротком пути, как мы уже выяснили ранее, были реки, горы и овраги, а самое главное, по большей части, не было вменяемой дороге. Королевская тропа или Кунгслэден, это само собой не асфальтировано. Так она проложена, там уже люди прошли, там уже эти ямочки утрамбовались, все равно, даже хоть и дольше. Но опять-таки, это как, знаешь, сократить путь. И вот у меня такое было, я тоже думала, срежу путь. И что в итоге? Ползала, блин, в горку на четвереньках, по скользоте какой-то, я помню, там. И потому что по гургл-картам не доверилась в обходы тебе, думала, так будет быстрее. И вот то же самое, понимаешь? Так и идешь еще дольше. Да, ты делаешь себе кучу проблем, еще с больным коленом. Но еще сложнее идти. Конечно, тут протоптанная дорога. Вот вполне себе комфортная протоптанная... Ну, смотри, нормальная. Так где же лучше было идти с поврежденной ногой? Плюс на Королевской тропе можно часто встретить горные станции и хижины, оборудование. Тем более. Если бы они пошли по этой тропе... Не было бы фильма. Да, поэтому пришлось идти туда. ...под туристов. Они могут быть как пустые, так и посмотрителями. Тут дома с его коленом точно бы оказали помощь. Плюс даже в пустых хижинах есть минимальный набор медикаментов и еды, и дрова для разжигания. Не забудем, что по Королевской тропе часто можно встретить и других туристов. И получается, что совет не ходить в лес на самом деле идеален. И тут стоит добавить еще один факт. У героев еще до захода в лес телефоны не ловили связь. То есть они не могли позвонить своим родным и друзьям. Ты спустя кого было брать? Телефон тоже дать? Не подумали. Нет, телефон не нужен. Да и связь один черт не ловит. Но при этом у них в любом случае была возможность сделать звонок по экстренному номеру 112 и вызвать помощь. Этот номер работает даже в отсутствии связи на всей территории Швеции на протяжении всей Королевской тропы. Вот такие дела. А что бы вы сделали, если бы попали в такую же ситуацию, что их главный герой... Не пошла бы в лес. Стали бы поклоняться Йотуну или нашли какой-нибудь способ спасения. Ты попала туда и не пошла бы в лес. Пишите об этом в комментариях. Это все на сегодня. Не знаю, что можно было бы сделать. Да, реально не идти в лес. Но нужно было делать четко инструкциям. Инструкции же разработали специально для таких ситуаций. Ну типа ладно, ты уже пришел. Ладно. Что потом делать? Делать то, что не любит делать возник капитан. Бросать друзей и бежать, пока он их жрет. Я не знаю, что еще можно делать. Но убегать надо. Не, я бы думал, надо было искать какое-то убежище такое. А как, если он там... Не знаю. Какой-то... Надо у него как-то спрятаться. Укрыть такое. А если он может тебя вынюхать? Подкапываясь как-то под низ. А если он может вынюхать? Какое-то убрытие из досок делать, чтобы прям глубоко подлезть, чтобы он тебя не вынюхал. А ты же не знаешь, а вдруг он вынюхает? Ты же не знаешь, сколько он способен. Ну у тебя других вариантов нет. Хотя бы так. Ну получается, где-то... Так вероятность меньше. Ночью закапываться, а днем очень быстро стараться придвигаться и бежать из леса. А днем быстро его сваливать. Да, сваливать. Потому что днем он не ловит, но только ночью. Потому что он дико имбовый, да. Короче, как в Майнкрафте. Все условия как в Майнкрафте. Да, как в Майнкрафте. Либо кровать нужно скрафтить из шерсти там и дидосочек. Но так не получится. Да. В общем, большое спасибо вам за то, что посмотрели это видео вместе с нами. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.